Не день, а праздник. На первый взгляд. Да, Россия в огне и разгорается все ярче и ярче. И я долго не мог собрать всю информацию по тому, где была Бавовна. Падали самолеты Ил-76, сгорели НПЗ, горели нефтебазы, РДК начала освобождать российскую территорию. И все думают, откуда у них танки. Танки можно купить в любом воинторге. Мы, конечно же, это все рассмотрим. Но очень важно не создавать вот этот розовый мир, когда мы атакуем, когда у них горит. Ночью они пускали шахеды по нашим городам. Есть прилеты. И об этом никогда не надо забывать. Но все-таки вот эта вот мысль, которую я высказал в субботу на нашем традиционном стриме, в части того, что мы мало бомбим российские города, понемножечку начинает исправляться. Хотя, мне кажется, мы мало бомбим российские города. Ваше мнение? Мы с вами вчера уже отвечали на аналогичный вопрос. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают. Остается открытый вопрос. Ил-76, на борту которого, по некоторым данным, были российские мобилизованные, он был сбит российскими системами ПВО или упал сам? Есть альтернативное мнение, что самолет просто был перегружен бюллетенями за Путина и не выдержал вот этой вот ответственности и оказался тяжелее воздуха. Ударился об землю, все, кто находился на борту, сгорели. Тут информация верняк. Почему? Потому что он упал сразу после взлета. Это значит, что его баки были полны. И при касании с землей оно все разгорелось, разлилось и вспыхнуло. В общем, все, как мы это любим. Кто-то скажет, Рома, какой ты стал черствый. И, честно говоря, да, какова жизнь, такие и подходы к российским захватчикам. Из хорошего. Значит, горела нефтебаза в Орле. И мне очень понравилось, как отреагировал на это губернатор Андрей Клычков. Мы, в принципе, понемножечку начинаем запоминать фамилии российских гауляйтеров на российских территориях. Но он написал так. В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. И тут каждый российский товарищ должен внимательно прочитать и вдуматься. Значит, что пишет гауляйтер Орла? Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствиями работы пожарных служб. Пострадавших нет. И нефтебаза никогда не была. Она вообще ушла в отпуск и больше не появлялась. Но вот так вот все залить пеной, в результате чего возник черный дым. Такое впечатление, что Андрей Клычков недалеко отошел от своего фюрера Путина и тоже немножечко лукавит. Но это еще не все. Меня очень позабавило и порадовала прекрасная бавовна на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Дело в том, что, во-первых, завод от границы Украины находится на расстоянии 80 километров. А во-вторых, этот завод перерабатывает 5% всероссийского объема нефти. Это очень много. Если учесть, что один беспилотник и минус 5%. Такое впечатление, что спецоперация идет по плану. Разумеется, продолжается такая террористическая активность, нанесение ударов по попыткам, вернее, нанесению ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку. Специальная военная операция продолжается. И сейчас самое время разобраться, где она продолжается. Где? На территории какого государства? Видите, Дмитрий Песков не уточняет этот вопрос и не случайно. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Как сегодня выглядел в этом безумии Воронеж? Ну, как-то так. Вам нравится? Мне нравится. Не могу понять, что это? Возможно, это заводской гудок. Но только длинный, без перерывов. Есть и другие города, где продолжается специальная военная операция. Вот, например, Белгород. Смотрю я на центральную площадь этого города и задаюсь вопросом, где люди? Когда я был в Краматорске, на людей гражданских действительно мало. Но много военных. А где российские военные? Их там нет. А, возможно, их всех отправили на борьбу с русским добровольческим корпусом. И тут возникает вопрос. Что это было? Значит, прорыв по нескольким направлениям. Значит, Белгородская, Курская область. И россияне, особо одаренные, задаются вопросом. За что? Почему? Что будет дальше? Но мне кажется, что вот в целом мы должны позитивно относиться к этим мероприятиям. Я не уверен, что у РДК стоит задача закрепиться где-то в Белгородской области или в Курской. Хотя, честно говоря, Теткина я бы отсоединил от России и переименовал его в Дядькина. Но факт остается фактом. То Российская Федерация должна одержать значительные воинские формирования на своей территории и защищать ее. Вместо того, чтобы отправить, условно, их в Донецкую, Луганскую область, ну или в Запорожскую, или Херсонскую. В общем, это очень важное мероприятие в части отвлечения российских воинских формирований. Мне кажется, это по справедливости уничтожать российских захватчиков не только на украинской территории, но и на территории оккупированной Курской, Белгородской и других народных республик. Ребята, ждите. Наши танки... Да, простите, оговорился, наши танки из военторга уже в пути. Это... Ты че такого? После зачистки освобожденных городов вы подойдите к людям в форме, скажите «Слава Украине», услышите в ответ «Героям слава» и передайте в список главных российских военных преступников, где склады с боеприпасами, где жили российские военнослужащие, где полиция, где ФСБ. Имейте в виду, мы это знаем и так. Но это будет очень важным проверочным вопросом. Поэтому обманывать не надо. Танки на территории Белгородской области под флагами Европейского Союза... Это, конечно, слишком креативно. Я бы сказал, даже иронично и с чувством юмора. Сразу понятно, что это не украинская военная техника. Ведь эту технику РДК передали страны, которые сочувствуют РДК. Но это их техника, а не наша. Никогда об этом не забывайте. Ну и в рамках всего происходящего произошло в некотором роде прозрение. Мы наконец-то разобрались. Осознали до конца и полностью, что есть хорошие русские. И они среди нас. Он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявления. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. И теперь каждый российский гражданин задается очень правильным и нужным вопросом. За кого голосовать? За легион свободы России или за Владимира Путина? Если проголосуете за Владимира Маньяка Путина, проголосуйте, берем в кавычки, вас спрашивать не будут. Но смысл в чем? Или РДК, или Владимир Путин. Если Владимир Путин, то бавовно по территории России будет распространяться все шире и шире. Вообще, давайте-ка еще раз вдумаемся, что происходит. Когда страна, переполненная нефтедолларами и понтами, атакует и бросает бомбы, атакует шахедами соседнее мирное государство, то западный мир, и не только западный, весь мир думает, ну да, они же сильнее, они же обладатели ядерной бомбы, и у них Путин, блин, пока еще президент, и всякое такое, находит оправдание этому. Но когда маленькая, но гордая страна Украина начинает в глубоком тылу по российским военным и не только военным объектам, по экономическим объектам, НПЗ, склады и так далее, то что происходит? Значит, это явление, я бы назвал, закат России вручную. Именно так. Это крушение понтов и иллюзий. Мы всему миру показываем, что атаковать Рашку можно. Давайте-ка просто вспомним. Перед полномасштабным вторжением атаковать Нижегородскую область Иреорел, но это было за гранью просто, это была фантастика. Никто не мог в принципе этого предположить. А теперь, пожалуйста, вот горит НПЗ. Тот самый НПЗ, который перерабатывал 5% российской нефти. Он, кстати, остановился. Принудительная остановка. Вполне возможно, это уже конечное. Смотрите, как радуются местные жители. Здесь пилотник рядом с моей работой. Там сейчас под давлением. Давай-ка я поеду сейчас. Этот веселый парень молодец, быстро разобрался. Ехай, ехай домой. Там безопасно. Но факт остается фактом, что это Бавовна. Это прекрасная, объемная Бавовна. И она расширяется по территории России. Мы недавно отправили в Таганрог. Таганрог наш, да. 40 беспилотников по заводу имени Береева. Там, где производят Б-200, это самолеты, пожарники. И модернизируют самолеты А-50. И, конечно, в фашистской России заявили, что они все сбили. Но как-то, знаете, не все остались в этом плане убеждены. Во-первых, сегодня прилетело и в Таганрог, и в Белгород. И, как отмечают британские аналитики, что вообще сам факт удара по авиазаводу с А-50 свидетельствует, что Украина способна достичь стратегических объектов РФ. Способна и не стесняется, не боится этого делать. Это важно. Вы ответите нам за каждый украинский кустик, который вы сожгли в наших сожженных городах. Между прочим, тут последнее сообщение, которое только-только упало на ленты информационных агентств. Украинский БПЛА врезался в торговый центр в Белгороде. Ну, они, наверное, хотят сказать, что мы атакуем гражданские объекты. Нет. Там был склад. Склад боеприпасов, ракет, беспилотников. Тем более, сейчас у них мода в торговых центрах создавать БПЛА разного класса. А по еще одной информации, она, конечно, требует проверки, там была база кубинских наемников. Именно их сейчас активно направляют в зону боевых действий. Я вот не могу понять, почему за Рашку воюют представители других народов и стран. Ну, то, что их частенько обманывают, частенько покупают, это понятно. А где российский этот отборный нацист, который так любит Путина и в припрыжку бежит за него голосовать, если приходится обращаться к различным инородцам? Вообще, что происходит? Давайте попробуем суммировать сегодняшний день и сегодняшнее утро. По-моему, это гойда. Надо просто понимать, в каком этапе мы живем. Мы живем на пороге гигантской. Мы вошли в эпоху войн. А кто вам сказал россияне, что эта эпоха войн будет происходить на территории других государств? Вы думаете, вы особенные? Нет, вы не особые. И не особенные. То, что сейчас происходит, называется «получи фашист гранату». Ну, а фашист тем временем, знаете, что задумал? Они хотят судить. Нет, не только Украину, а вообще всю американскую киноакадемию, весь Голливуд. Знаете, за что? Да, за Мариуполь. Вручили Оскар за фильм про роддом в Мариуполе. Как наказать Голливуд по статье о распространении фейков. Это первый Оскар в истории Украины. Они хотят судить Голливуд. Мы же хотим и будем наносить удары по российской территории. Что там? Спецоперация идет по плану? Если и есть какой-то план, то это сил обороны. Обороны, оккупантам, могила, защитникам, слава, Украина была, Е и Буды. До побачения. Москва, Россия, не засыпай. Никогда больше не засыпай. Ты будешь об Украине думать постоянно. Только не в том ключе, как вы привыкли, что вы тут стреляете в кого-нибудь попадя. Нет. Мы вступили в новую эру. До побачения. До побачения в Белгороде, Воронеже, Ростове, Москве. Нижнем в Новгороде. Без Нижнего Новгорода не обойдется. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok